Белковая диета по праву считается одной из самых эффективных систем питания для снижения веса. Свою результативность она лучше всего показывает при активных занятиях спортом, например, аэробикой или шейпингом. Однако стоит помнить, что злоупотребление белками чревато существенным нарушением обмена веществ. Чем разнообразнее рацион питания, тем он более сбалансирован. Потому что одни продукты богаты одними пищевыми веществами, но бедны другими. А другие продукты могут быть наоборот. Содержат в большем количестве те пищевые вещества, которым были бедны первые продукты. Диета, включающая в себя потребление чистого белка, показана для молодежи, ведущей активный образ жизни. В свою очередь, люди в возрасте в силу особенностей организма не смогут перенести ее без последствий для здоровья, таких как возможное обострение тромбозов и геоцидоза, поэтому лучше от нее отказаться. К этому списку прибавляются еще и очень тучные люди, а также те, кто страдает заболеваниями пищеварительной системы и почек. Надо учитывать особенности организма при подборе диеты. Что нужно учитывать? В первую очередь, возраст. Пол надо учитывать. Характер работы обязательно. Потом состояние здоровья. Даже при необходимости надо учитывать национальные особенности. Особенно молодые девушки, чисто эстетически хотят выглядеть лучше, в это время хотят похудеть. Но, конечно, можно выбирать диету, если эта диета подобрана индивидуально специалистам. Негативной стороной белковой диеты также можно считать скорое возвращение килограммов. Чтобы сохранить результаты, вернувшись к обычному меню, необходимо, насколько это возможно, уменьшить порции и продолжать интенсивные тренировки.